На Ямале в связи с введенными ограничительными мерами произошло снижение плановых показателей. В том числе снизился охват населения профилактическими мероприятиями по тестированию на ВИЧ-инфекцию. Это значительно повлияло на снижение выявляемости заболевания. За 8 месяцев 2019 года в округе было выявлено 119 случаев ВИЧ-инфекции. За аналогичный период текущего года – 71 случай. Максимальный темп прироста заболеваемости ВИЧ зафиксировано в Красноселькубском районе и в Муравленко. Об этом говорили на заседании межведомственной комиссии по вопросам ВИЧ-инфекции. Подробности у Дарьи Диатулиной. ВИЧ – это инфекционное заболевание, которое поражает иммунную систему человека. В 2020 году максимальный темп прироста первичной заболеваемости зафиксирован в Муравленко и Красноселькубском районе. В остальных муниципалитетах наблюдается снижение. Распространение новой коронавирусной инфекции оказало негативное влияние на достигнутые в предыдущие годы высокие результаты деятельности службы ВИЧ в Ямалоненецком автономном округе. Медицинские работники были мобилизованы на работу с COVID-19, что критически сказалось на эпидситуации по распространению другой вирусной инфекции – ВИЧ, а также на управление эпидемией ВИЧ в регионе в целом, отметила главный врач спеццентра Людмила Волова. Как правило, большинство ВИЧ-инфицированных не испытывают никаких симптомов. Болезнь выявляется случайно при обычном посещении врача. Для борьбы с инфекцией используется медикаментозное лечение. На сегодня у нас практически все ВИЧ-инфицированы, но учитывается желание пациента в первую очередь. Им назначается противовирусная терапия. Эти препараты все выдаются через инфекционный кабинет нашего города, нашей горбольницы, или же через спеццентр бесплатно. Схемы подбираются строго индивидуально. 2020 год является итоговым для достижения показателей государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Врачи призывают муравленковцев не оставаться в стороне и сдать тест на ВИЧ-инфекцию для своевременного выявления болезни и более раннего назначения лечения. Дарьи Диатулли